Приветствую всех! Я вам сегодня хочу рассказать, как сделать фидерную снасть. Итак, что нам понадобится? Леска или плетенка, на которую мы одеваем стопорок. Обычный стопорок. Одели. Теперь одеваем кормушку такого типа. Продеваем леску. К этому краю привязываем вертлюжок или вертлюжок с карабином, за которым мы будем привязывать основную леску. Использую я узел клинч. Так, смочили и затягиваем. Лишний край отрезаем. Теперь от этого вертлюжка отмеряем приблизительно сантиметров 20. 15. Кто как делает. Отрезаем. И к этому краю мы будем привязывать коромысла. Коромысла бывают вот такие побольше. И вот такие поменьше. Я буду использовать такие побольше. К этой части мы будем привязывать сейчас свободный отверт край. А к этим частям мы будем привязывать отводы с крючками. Я уже заготовил. И так оно должно у нас получиться. Такие поводки с крючками. Длиной до 10 сантиметров. Самый оптимальный вариант. И вот мы привяжем сейчас коромысла к самой оснастке. Тоже использую узел клинч. Такой самый оптимальный узел. И легкий. Все. Затягиваю. Лишний край отрезаем. Топорок сдвигаем к узлу. И получилась у нас фидерная снасть. Довольно далеко можно закинуть эту снасть на водоеме. Смотря как у вас тест удилища и какую используете кормушку, сколько ложек каши. Используем любую насадку на крючок. В данном случае я просто оделал пенопласт. Думаю, довольно понятно я объясню, как ее сделать. Эффективная снасть. Надеюсь, у вас получится поймать рыбу. Получается скользячая снасть. Так она располагается на дне. Рыба берет насадку и начинает плыть. Кормушка с кашей стоит на месте. Она тянет, тянет, тянет. Упирается в вертлюжок. И уже начинает чувствовать сопротивление кормушки. Спасибо, что смотрели. Ни хвоста вам, ни чешуи. Удачи!